как видите я на пассажирском сиденье всем привет и мы начинаем новую каденцию и новый три сейчас у нас 6 или 7 января мы на вот этой новой голове на новом манчике которые мне дали приехали из польши в италию и подцепили прицеп почему я говорю мы почему я говорю мы потому что мы едем с лёхой лёха до этого давай по кругу по кругу берем максимальный радиус лёха у нас стажер мы вместе учились и он решил работать туда же куда и я и мы сейчас делаем первый выезд пока пробный пока у нас даже загрузки нет там следи за хвостом чтобы он по газону не попер и прямо вот здесь под мост чё лёха как тебе первое ощущение на фуре с прицепом они просто на голове есть что-нибудь нормально пока здесь аккуратненько позже здесь хвост никогда не идет за тобой он всегда идет чуть-чуть по встречке направо-направо да да направо на круге радиус так взять не тут нормально не особо можно радиус не брать не ну ты клево влево берешь конечно чтобы по газону колесами не пропахать но тут большого радиуса не надо тут угол рассчитан теми кто делал этот круг что-то не все с работы что-ли да тут движение нынче плотненькая прошел без проблем в общем сегодня у нас был хозяйственный день поездки по магазинам стирки и все остальное потому что на прошлой каденции в конце я не успел все это сделать сейчас закупились продуктами в рейс и поедем на англию единственное что ждем за в этот самый ждем загрузку сегодня нам ее по ходу уже не дадут потому что сейчас уже пять или шесть поэтому сегодня будем вечером отдыхать ждать а 16 20 сейчас пить еще нет ну в общем уже все равно не то время когда итальянцы работают так что едем просто лёха в скилуху получает да пока без пока без всяких этих самых без гонок быстрей 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 загрузка быстрей разгрузка опаздываем едем на спокойствие классная погода в италии как можете видеть не так тепло правда как выглядит на экране конечно потому что сейчас где-то слушайте его и вообще в весенней курточке в весенней курточке на улице плюс 2 давай мы по факту тогда плюс 2 плюс 3 кому это тепло тому тепло кому не особо тому не особо просто на камере это выглядит как плюс 10 мне кажется солнце газончики зеленые прямо едем да конечно минус таким трафиком больше стоим чем едем у нас 6 утра и не очень хорошие новости наш зеленый кузнец захворал два дня мы ехали когда на голове с утра чувствовалось что он заводился с трудом а вчера покатались час или два заглушили через два часа он не завелся вообще в общем все источники которые вытягивали батарею я выключил и минут через десять он немножко ожил и запустился всю ночь не глушили двигатель и теперь на сервис посмотрим что нам там расскажут что с ним случилось что самый прикол в том что аккумулятором буквально пару месяцев в ноябре их меняли на новые непонятно в чем причина ничего вообще мы кроме телефонов не подсоединяли зарядки не чайников там не еще какой-то жести поэтому непонятно в чем причина и единственное чем можно сказать повезло нам в этой истории что вчера не было загрузки нам ее не дали потому что если мы вчера уехали после загрузки трассу то было бы жопа а так мы здесь в италии на базе и этот вопрос решится гораздо проще приехали на man сервис пока он еще закрыт но мы будем первыми нет мы будем вторыми поход дело сейчас такие заезжаем туда на паркинг а там наш пять фур уже стоит да не нам сюда наверно не надо ехать тут смотри все какие-то тягачи не тут эвакуатор еще чего-то или вот там въезды боксы вот мы выехали уже у нас сейчас 11 утра за окном такой вот вид особенно с этой стороны прекрасный итальянские горы снег на улице мороз такой не слабый короче заменили нам оба аккумулятора на этой машине аккумулятора меняли в ноябре всего лишь два месяца назад и сейчас один уже был дохлый не знаю что там с ними делали но факт остается фактом поменяли нам два аккумулятора по гарантии все работает по поводу преобразователя чем мы спросили можно ли им пользоваться чувак сказал что нельзя с микроволновкой с чайником тоже сказал нельзя поэтому а телефоны ноутбуки и все остальное без проблем так что вот такие дела теперь едем ставить gps на эту машину лёха как обычного руля и пока также на голове сервис поехали без прицепа так что гоняем иначе на гарри сколько всему этому лет как ты думаешь просто на скидку такие стены просто древнейшие до жесть вот такими вот видами едем мы назад после всех операций замены аккумуляторов установки gps теперь большой брат следить за нами непрестанно и не усыпно и и и и и и и Продолжение следует... 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 поставь на м зайца все крути уже влево вон туда нам видите роль влево выпрямляй все неплохо видите вот так первая загрузка первое заезд на загрузку и сразу дали крышу я до этого два месяца отъездил вообще ни разу крыши не было прикиньте он грузят таким здоровым краном через крышу по ходу трубы я посмотрим что там будет какие-то металлоконструкции в любом случае смотрите с этой стороны вода не присоединяет и полетели трубы да не все нормально это конечно быстро это тебе не карами друзей так ну что нам там нагрузили давайте посмотрим но каких-то несколько тюков всего лишь с трубами и со всем остальным крышу уже даже закрыли нам ничего себе вот это респект с ребяткам осталось нам только закрепить и можно ехать вот смотрите парни какой тут выезд выезд под названием жопа сейчас я вам посмотрю там покажу то есть царапины на стенах посмотрим да вот мы берем справа и лёха вот по диагонали как бы туда сразу ничего сейчас откроет или правее правее бери ну правее конечно и по теперь вот уже за вам выйти уже нет места здесь почти еще можно но чуть-чуть еще правее можно чуть чуть правее смотрите как прицеп прицеп угол сейчас врежутся слева прошли на фонарик гнев на резинке вот так а когда справа никто не смотрит проблематично достаточно выехать я вот здесь в одного первый раз запарился выезжать тоже и второй вот здесь поворот только налево мне чувак так что невозможно повернуть не шаркнув вот эту на самом деле можно нормально нормально пролезем вот теперь крути налево прям чтобы почти рядом с поребриком пройти и мы проедем на все поребрик мы уже проехали теперь только назад смотри все там колес прошли вот чуть правее немножко дай чтобы центральная ось прошла прошло все тогда вот такие короче миллиметры нередко бывают на загрузках ребятки вот так вот вот так вот Ребята, у нас новое срочное включение. Леха, без опыта, без стажировки по Англии, без регистрации, без смс, без страха. Едет по Англии, по правой стороне, а, без мокрой спины, вот забыл еще что. Что, Леха, нормально? Ребята, катайтесь тут вообще, заезжайте на чай, на кофе, увидимся на пароме, по-любому. Вон такой, вправо не жми, сейчас чувака стреманешь там в зеркале. Мы едем на растаможку. С 21 года грузы между Европой и Англией теперь растамаживаются, а не просто приплыл-поехал. Поэтому сейчас будем искать фирму, которая будет заниматься растаможкой. Будем оформлять документы, терять время опять и так далее и тому подобное. Наверное, мы туда не одни едем, вон впереди нас тоже в правом, в левом, точнее уже ряду идет поток куда-то. Так что посмотрим, что будет дальше. Вот нашу контору Мотис, пока видно с моста. Сейчас съедем и будем разруливать, как нам туда попасть, на растаможечку. Когда-нибудь видели, как фуры моют? Сначала ее намылили, а теперь вон чувак катит тележку, а крутится диск большой волосатый, который как трет ее. Размазывает грязь, а после этого будут опять керхерами, скорее всего, эту грязь уже сливать. Они сначала ее всю... вон керхером пошел, да. Сначала керхером ее намочили, потом мылом намазали, и потом вот такой штукой со всех сторон. А, опять вон щетками, ну да, грязь, видимо, такая, особенно сзади, что просто так не отмыть. Сейчас щетками, колеса трут, все остальное, и потом керхерами опять. Вот такие дела. Парни, вот просто хочу снять, насколько тут в Англии сейчас все дешево. Смотрите, банка гороха, 30 рублей курс, сейчас 100 фунт. 100 рублей за 1 фунт. Вот это кукуруза. 37 рублей банка, да? У нас это стоит в пятерочке, в Санкт-Петербурге. По 100 рублей будет стоить и то, и то. В три раза дороже. И тут так практически со всеми ценами, что не в ткни там, но бананы. Но это 0,75, тут еще и дешевле. Килограмм стоит 73 рубля, если быть точным. Бананов, например. Ну вот виноград, например. Килограмм винограда стоит 190 рублей. Вот эта коробка стоит 67 рублей. Ну или там плюс-минус 67, 70, поняли вы, короче. Вот, например, там кого интересует, не знаю, цветная капуста. Она называется каули флауэр. 79 рублей килограмм. У нас таких цен я не видел. Вот, например, перец. Три перца. 90 рублей. Три штуки. Либо одна штука. 42 рубля. У нас, по-моему, стоит, насколько я помню, перцы сейчас, вот зимой, 300 рублей килограмм. Не знаю, сколько там штук будет. Но точно не по 42 рубля штука, это 100%. Вот огурцы. Огурцы, правда, не такие маленькие и прикольные, как у нас, а вот эти огромные. Но по 43 рубля огурец. Так что смотрите сами. Вот такая вот математика в Англии. Можно, да, получать по 2000 фунтов, по 3 и с такими ценами закупаться. Прикольно. Вода, например, которую я все время беру. 17 рублей. Двухлитровая бутылка. У нас, когда покупаю в баню, стоит рублей 50 бутылка в пятерочке. Вот смотрите, магазин Aldi. Просто обалденные супы. Всякие разные. Вот мясной для любителей. Вот тоже мясной с этим самым, с говядиной. Вот есть томатный суп. Это тоже с ветчиной. Вот пошли мои. Я тут набрал овощные. Министрони. Тут тоже с каким-то мясом. Тут, вот смотрите, я их набрал. Тут целую кучу себе. Потому что супер просто подогрел. И можно есть сразу. В нашей работе решает вопрос. Также вот это все продается в магазине Aldi. И стоит вот вообще ерунду. Меньше доллара. Ну а это как рубли. Курс у нас 1 к 100. Поэтому все цены, какие видите здесь, вот. Это все 1 к 100. Вот, например, 31 рубль стоит супы, которые я тоже взял. Чисто овощной. Вот такой вечный был суп. Банка целая, 31 рубль. Смотрите, ребята, в каком месте остановились мы с Лехой на 45-ку. На 45 минут, на паузу. Это Франция. Горы Монблан. Сейчас вот-вот уже будет туннель Монблан. Кстати, я вам не показывал еще мой новый манчик в этой каденции. Вон Леха радостный. На этом манчике в этой каденции зеленом буду гонять. Тоже 2017 года. И вот с таким видом мы позавтракали. И сейчас продолжим наш путь. А там у нас обрыв. Там вон мост идет очень высокий. Там не снимал, к сожалению. В общем, вот я. Видите, оброс просто жестко. Не мылся, не брился, потому что болел. Об этом хочу тоже поподробнее рассказать. Заболел. В общем, из дома приехал. Не долечился немножко. Сын болел бронхитом в декабре. И приехал домой. То есть из дома приехал. Малец подкашливал. Сопли чуть-чуть тоже были буквально. И с этой работой, когда ты постоянно прыгаешь из машины в машину. То у тебя загрузка, то заправка, то еще какая-то фигня. Короче, вся вот эта мелочь, которая, когда ты сидишь дома, переросла. Что все хуже, хуже каждый день. Хотя я уже даже, ну, с Лехой мы были. Я его там попросил все, что он может делать. Как бы я выходил только по необходимости из тепла в холод. И, короче, в общем, все равно в один из дней меряю температуру. Купили градусник и 38,9. Вот такая жесть. А тут же везде могут температуру померить, еще что-то. Ну, короче, хорошо у Феди, с которым мы стажировались в той самой первой серии моего дальнобоя. У него были антибиотики. Я у него взял и пропил их. Поэтому вам два совета. Во-первых, берите с собой какую-то медицину обязательно, аптечка какая-то даже. Я тоже болел последний раз 4 года назад с такой температурой и даже не ожидал, что такая фигня будет. Вот, потому что здесь все стоит диких денег. Зашли в аптеку, купили градусник, средства для носа. Это пшикалка для гор, вы еще что-то. И 30 евро улетели вот так за секунду. Поэтому лучше все это берите с собой из России, Украины и все такое прочее. Вот. И второе. Лучше дома долечиваться, конечно. Как бы как-то не просто звучало и очевидно. Но не всегда получается так, как мы думаем и планируем. Так что не болейте. Продолжение следует... Продолжаем двигаться по этой же дороге во Франции. Красотища вокруг. Радует глаз. Только грязные стекла не радуют. Да, вот даже облако прямо на горке лежит. В общем, сейчас уже будет туннель, который идет из Франции на Италию. Это горы и французские с одной стороны, а с другой стороны они итальянские уже. Это Леха. Он уже батя, а не какой-то там стажер, как неделю назад. Сейчас он уже решает вопросы. Залетает в арку оплаты на скорости 100 км в час и все такое прочее. А ты точно туда поехал, Леха? Да, да, да. Как батя? За фурами, за фурами. За фурами все. Так и показывай. Ладно. Ты моста испугался? Ну я так смотрю, что-то как-то узко. Все поехали налево, а мы одни вниз. Не все. Все фуры поехали на траву. Нормально. Главное, что перед нами красиво. Вот смотрите, как наверху столб стоит с проводами криво. На горе поставили его. Высоковольтный. Кстати, тут достаточно холодно. Минус 8. То есть здесь не то, что там минус 2 или 0. Вон 25, скорость даже ограничена. Знак, что грузовик может кувернуться на бок. Кстати, вот. Кто знает, зачем здесь вторую дорогу вот такую всегда чистят. Как объезд. Типа, что это может завалить что ли? Или что может кто-то точно знать, скажем. Потому что мы с Лехой предположения разные есть. А факта точно, зачем это делают, нет. А вот смотрите, впереди пункты оплаты. Грузовикам Евро-4 нельзя в этот туннель, чтобы не дымили там чадом своим, не чадили. Здесь проверка будет сейчас высоты. Не знаю, веса есть или нет, но по высоте есть. И дальше будет пункт приема оплаты и сразу же туннель. И вот такая красота, естественно, там тоже. Ужас, как красиво. Едем, едем, нет. Тихо. Не спеши, успеем тогда. Контроль холодильников, видимо. И мы вот по зеленой стрелочке. Выбирай, Леха, какой тебе пункт. Здесь справа нравится. Хорошо. Нам туда тогда. Нет, здесь тоже нормально. И вот там уже туннель, видите? Сейчас мы тут только с оплатой разберемся с проездом. Ё-моё, пацаны, смотрите. 340 евро. 340 евро проезд в этом туннеле. Жесть полная. Ничего себе. Вот это ценнички здесь. А тут туннель-то... Ладно, там в Швейцарии еще 16 километров. А здесь туннель, не знаю. Сейчас посмотрим, сколько он. Я не помню, но он не особо-то длинный. Вон, 11 километров. 12. Не знаю. Ничего себе. Вот это я понимаю. Рубят деньги, ребята. Надо его отзываться. Это серьезно. Ну. GPS сигнал lost. О, другое дело. Тут все потеет. Просто в туннеле тепло, как всегда, видите? Как и в Швейцарии. А машина с мороза и потеет. Все, выехали из туннеля. В Италии погода такая же отличная, как и во Франции. Через 12 километров после въезда в туннель. Здесь такие всякие здания какие-то административные. Могут на проверку итальяшки, видимо, свести. Вон даже военный броневик какой-то стоит. Вот, ребята. И заканчивается наша история со стажировкой. Леха отправляется в самостоятельное плавание на вот этом вот бегемоте. Что? Зеркала где у меня не регулируется, сам настраиваю. Электро там. Электро? Электро ли серьезно зеркала? Какая не работа. Там пункта, где у меня... Леха! Ты забыл самое главное. Что? Вот. Отдаю тебе карту из тахографа. Теперь ты сам по себе. Теперь ты батя уже. 430 вошадей у Лехи. Такой же ман, на котором я начинал. Теперь он немножко на нем погоняет. Но это второй такой же у нас есть. Так что вот такие дела, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА